В Ведринском районе семейная пара мастерит удивительные сувениры из древесных наростов, украшают своё жилище и дома знакомых. У семьи Остаповых из таёжной деревушки Калдыбай вопроса, что дарить родственникам и друзьям, не возникает. Вот это вот мне понравилось, вот здесь, это вот эта многоликость, тут много глаз. Гостиная супругов Остаповых больше похожа на музей или выставочную галерею. Стена у камина богато украшена фигурами животных и сказочных существ, которым дала жизнь хозяйка дома Людмила. Уже в течение пяти лет она не расстаётся с инструментами для обработки дерева. Лежала чурка, вот буквально лежала возле дома чурка, ну так, ну обговоренный круглый кап. Ну вот посмотрела, посмотрела, вроде тут глазик, там ротик, ну как бы, ну как бы рожица какая-то. Получился мальчик, малыш. Потом сделала уже веснушку, девочку. То же самое вот с этого природного, с чурочки с этой. Как признаётся Людмила, она создаёт свои произведения в соавторстве с природой, лишь извлекая из её творения тот или иной образ. Зачищает изгибы, удаляет или подклеивает кору. В ход идёт любой материал – жестяные крышки, пуговицы, мех или заколки для волос. Но без помощи мужа задумки вряд ли удалось бы воплотить. Именно он поставляет все необходимые материалы из ближайшего леса, в котором знает каждое дерево. На берёзе растёт, тут походят глаза, уши там. Вот когда-нибудь спилю, жене увезу. Во многом именно Василий повлиял на выбор увлечения своей супруги. Он выбирает материал для изделий и подсказывает образ, который можно извлечь из необычного древесного нароста. В детстве охоту любил и как-то заночевал я под деревом, не знавши даже. А потом глаза-то поднимаю кверху, там на меня такая морда страшная смотрит. Но я вот её припомнил, это уже лет потом 15 прошло, вспомнил про неё и привёз её домой. Сейчас стоит в доме. Для Остаповых творчество стало возможностью скоротать долгие зимние вечера, провести свой досуг в вымирающей деревне, где от 300 домов осталось всего 12, по-другому не получается. Так в стремлении семьи чем-то раскрасить свою жизнь и рождаются оригинальные сувениры ручной работы. Артём Ахальников, Станислав Беркий. Новости.